Закон о патриотическом восприятии Питание принят. Подробности сегодняшнего заседания Рязанской областной думы смотрите в нашем эфире. Слава труду! На площади Победы обновили доску трудового почета. Будет горячая вода или не будет? Жители улицы Новоселов хотят отключиться от котельной, которая каждое лето оставляет их без горячей воды. Ну а теперь во всем подробнее. В канун доброго весеннего праздника 1 мая или Дня труда на площади Победы открылась после обновления областная доска почета. На нее заносятся имена тружеников из разных отраслей народного хозяйства. И фотографии этих ударников труда будут теперь находиться на доске почета целый год. Сегодня в Рязани на площади Победы торжественно обновили доску почета Рязанской области. В этом году по итогам конкурса на нее занесены имена 48 человек и 12 организаций. Собравшихся поприветствовал губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Сейчас очень важно поднимать престиж рабочей профессии, повысить уровень жизни человека труда. Без этого невозможно достичь успехов в развитии и модернизации экономики, обеспечить социальную стабильность общества. Перед Рязанской областью, как и перед всеми российскими регионами, поставлена серьезная задача по работе в условиях санкций, по импортозамещению, по обеспечению себя основными продуктами питания и вообще всем тем, что мы можем производить и умеем производить. Также губернатор поздравил всех с наступающими майскими праздниками и вручил почетные свидетельства о занесении ударников труда на Рязанскую областную доску почета. Напомним, доску почета Рязанской области восстановили в 2013 году. На нее заносят как имена жителей региона, так и названия организаций, отличившихся в сферах госуправления, экономики, культуры, науки, образования, спорта, а также в укреплении законности и правопорядка. А сегодня в стенах Рязанской областной думы депутаты обсуждали довольно много новых законопроектов, которые коснутся жителей региона. Один из важнейших принятых документов – это закон о патриотическом воспитании граждан. Подробности заседания далее. Почти 217 миллионов рублей федеральных денег дополнительно поступили в Рязанскую область. Сегодня депутаты регионального парламента внесли соответствующие изменения в бюджет, увеличив расходы на реализацию программ «Доступная среда» и развитие въездного туризма, а также на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не входящей в программу ОМС и ряд других социально значимых статей. Кроме того, депутаты утвердили корректировки внутрирасходных статей бюджета. 33 миллиона было у нас добавлено на расширение сети дошкольных учреждений. Деньги были изысканы путем целенаправленной работы по снижению численности и издержек на содержание государственного аппарата Рязанской области. В канун 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне депутаты облдумы приняли закон о патриотическом воспитании. Документ активно обсуждался, в том числе и на площадке Государственного патриотического клуба на заседании профильного комитета с привлечением общественных и молодежных организаций. Все единогласно и единодушно приняли решение о своевременности и необходимости принятия этого закона, который будет способствовать созданию системы мер по патриотическому воспитанию. Мы видим, какие события происходят на Украине и в ряде других стран. Идет переписывание истории, подменяются понятия, факты о исторических событиях времен Великой Отечественной войны. И сейчас понимаешь, что отдать этот вопрос только на общественное регулирование невозможно. Нужно законодательно принять решение и отрегулировать эти процессы. Еще на заседании Рязанской областной думы депутаты внесли поправки сразу в два закона, направленных на повышение инвестиционной привлекательности региона. В частности, вдвое снижены требования к объему капитальных вложений для инвестпроектов, которые претендуют на господдержку. Кроме того, значительно расширен перечень приоритетных направлений инвестиционного развития. В него вошли производство импортозамещающей и фармацевтической продукции, транспортных средств, отдельных видов продукции нефтехимии, строительства и реконструкции объектов образования. Еще важный момент – продлены сроки господдержки проектов, направленных на модернизацию действующих производств. Раньше это было три года, теперь пять лет. Кстати, вчера прошла встреча жителей микрорайона Агропром с инвестором, который хочет построить мебельное производство. Как проходила беседа людей с предпринимателями, смотрите в следующем видеоматериале. Жители Агропрома, обеспокоенные сложившейся ситуацией, связанные с планируемым строительством мебельного кластера, в непосредственной близости от их домов, встретились с потенциальным инвестором, генеральным директором фирмы «Грант». Встретились для того, чтобы задать ему все интересующие их вопросы и разъяснить былые недопонимания. В разговоре затронули темы экологической обстановки в Агропроме и сохранения зеленой полосы, обеспечивающей естественный барьер от предприятий соседних районов и благоустройства окружающей местности. Главное, что пояснили местным жителям. На территории бывшей воинской части, занимавшейся хранением ГСМ, планируется построить предприятие по сборке готовой мебели, соответствующей самому низкому, пятому классу экологической опасности. При этом инвестор подчеркнул, что он не намерен уничтожать зеленую зону вокруг потенциального предприятия. Напротив, выразил готовность высадить новые деревья. Также жителям было обещано участие частного капитала в благоустройстве микрорайона Агропром, в частности, возможность строительства спортивного городка. Это чистовая заготовка, приводится в два цеха. Два цеха – это просто равное направление. Один занимается… Это ДСП, ДСП вообще нет, это дерево. Почему речь говорит… Вот мы сейчас говорим о классе опасности. ДСП – это действительно выброс формопедитов. У нас ДСП не используется, у нас только дерево, поэтому выброса формопедитов не будет, поэтому низкий класс опасности. Мы работаем на сырье Кроношпан. Кроношпан – это город Егорьевск, это… То же самое, вот стол, где мы сидим сейчас, вот такая мероприятия. Для перейти на более современные цеха, которые еще современные, которые у нас есть, это группа СЧН, которая поставляет оборудование в Россию. Мы с ними сотрудничаем по стандартам, по оборудованию. То высококлассное оборудование итальянское будет применяться здесь, для доработки березовых изделий и сборки. Жители Агропрома и Инвестор договорились провести следующую встречу в начале мая уже непосредственно на территории, где планируется построить мебельное производство. Поиск конструктивного решения, которое удовлетворит все стороны, продолжается. И еще о проблемах горожан. К нам в редакцию обратились жители дома номер 48, корпус 3 по улице Новоселов с проблемой отключения горячей воды. Они жалуются, что ежегодно с приходом тепла работники местной котельной гасят котлы и потому в квартирах из-под крана перестает течь горячая вода. Причем ладно бы на пару недель для профилактики отключали воду. Такое ведь бывает во всех микрорайонах города. Так нет, в доме на Новоселов 48, корпус 3 горячая вода пропадает аж до осени. Виной всему, как считают жильцы, частная котельная, у которой почему-то всегда возникают долги перед снабжающими организациями. Отключение воды происходит даже несмотря на то, что жители добросовестно и регулярно оплачивают свои коммунальные счета. И вот вчера жители собрались на общее собрание, чтобы как-то сдвинуть проблему горячей воды с мертвой точки. Во многих домах нашего города бывали проблемы с отоплением. Иногда отопление или горячей воды может не быть недели или две. Но что делать, если на протяжении практически полугода в квартирах нет горячей воды? Именно по стольку времени жители дома номер 48, корпус 3 по улице Новоселов оставались без воды в прошлом и в позапрошлых годах. И вот сейчас жильцы с приходом весны опасаются, что ситуация повторится вновь. У котельной нашей 8 лет. И у нас постоянно менялись, как говорится, собственники и арендаторы. Сначала был Гейзер, потом Термекс. Ну и естественно собирались у нас деньги. Коммунальные услуги все оплачивают, как говорится, вовремя. И куда деньги делись, непонятно. Котельная пришла в упадок, так как постоянно ею пользовались, но не делали никаких естественных ремонтов, сами понимаете, никакой модернизации. И вот мы остались в прошлом году на полгода без горячей воды. С мая по сентябрь прошлого года жильцы дома спасались как могли. Чтобы помыть посуду, либо помыться самому, приходилось постоянно гореть воду на газовых плитах. На какое-то время ситуация вроде бы нормализовалась. Но теперь арендатор частной квартальной котельной, которая обслуживает 3 100-квартирных дома, грозится отключить воду снова. Котельная не платила за эту энергию, их отключили. Так, а мы оказались крайние. В общем, жители уже устали жить без горячей воды. Это общее собрание жильцов одно из первых, куда пригласили представители городской власти. Ведь главная просьба у людей сейчас – это переключить их с частной небольшой котельной, которая регулярно оставляет их без горячей воды на городскую тепломагистраль. Благо, что она проходит буквально в нескольких десятках метров от дома по Новоселов 48, корпус 3. Люди уже направили коллективную просьбу в администрацию Рязани и жилинспекцию. Однако никто из чиновников на это собрание жителей не пришел. Впрочем, люди настроены решительно и не намерены сдаваться. Если будет необходимо, то они собираются провести пикет уже непосредственно перед зданием муниципалитета, чтобы их проблема с отоплением все-таки сдвинулась с мертвой точки. В прошлое воскресенье по всей России ликвидаторы аварий на Чернобыльской атомной электростанции отмечали очередную годовщину техногенной катастрофы. Из Рязани устранять последствия трагедии отправились около 2,5 тысяч человек. 26 апреля весь мир вспоминает жертв трагедии на Чернобыльской атомной электростанции, случившейся 29 лет назад. Крупнейшая техногенная катастрофа 20 века не имеет прошедшего времени. Смертоносное радиоактивное облако пронеслось над территориями Украины, России, Белоруссии и затронуло скандинавские страны. Ликвидаторами аварии признаны около 600 тысяч человек. Устранение ее последствий длится до сих пор. А люди, которые, не понимая всей опасности происходящего, бросили свои силы на ликвидацию взрыва 4-го блока АЭС, до сих пор вспоминают о тех событиях с содроганием. Некоторые получали очень большие дозы. Или останавливались ремонтировать машину в зоне, которая около этого леса. Ну, вроде бы ничего страшного. Машина там колесо спустила, и потеряли сознание. Там с крыши собирали графит, складывали в ящики, там где-то охраняли их. Ну, товарищ, ну, не знаю, сделал на ящике отдохнуть, что стоять там в стороне, чтобы никто... А тут радиация такая. Вот никто ж не ощущал этого. Ощущали уж потом, когда приехали домой. О подвиге героев-ликвидаторов смотрите в авторской программе Оксаны Тебенихиной «Объектив», премьер, который состоится в эту пятницу. Ну, а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет начальник Академии ФСИН России Александр Крымов. И речь пойдет о мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы в стенах ВУЗа. И на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии. В том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова